Он должен привести необыкновенную сказку с участием животных, но он, как всегда, задерживался, а без него и праздник не начинался. У него подарков много, ему тяжело, но он обязательно приедет. Но оказалось, что Деда Мороза украла Баба Яга. Хотела себя за дедушку выдать. Думала, ребята подмены не заметят. Не тут-то было. Детки сейчас продвинутые. Бороды нет, подарков нет, а значит обман. Собирались они Баба Ягу заморозить, да она пообещала исправиться. И даже ребят поздравила. Учиться хорошо. Мамку с папкой слушаться. Не будут слушаться, заберу. Заберу к себе. Так и знают пусть. Вот. Ну и здоровечка-то тоже им. Обязательно. Будут болеть, плохо будут учиться. Так что не болейте, ребятки. Правильно Баба Яга сказала. И я присоединяюсь ко всем поздравлениям. Дед Мороз приехал верхом на лошади Маше. На санях в этом году не получилось. Снега мало. Он привез мешок подарков. Но их надо было заслужить. Песню спеть или стихотворение рассказать. А можно было и в конкурсе выиграть. Например, состроив самую страшную рожу. А затем, брат, хвост у нас и дуракам. Вместе с дедушкой приехали хомячок Татоша, две подружки-хохотушки, морские свинки Муся и Дуся, ушастый ёжик Чебурашка, кролики Элис и Рыжик и питон Василий. Они показали сказку и поздравили ребят. На новогоднюю ночь вы можете загадать любое желание. Я точно знаю, что оно исполнится. Дедушка Мороз слова питона подтвердил, но сказал, что желание исполнится при одном важном условии, если сам в него веришь. С Новым Годом! Полина Дятлова, Владислав Мухин, Вести Воронеж.